Перемога или зрада? Что не так с законопроектом США о помощи Украине? После месяца споров и раздумий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон все же представил законопроект о выделении финансовой помощи Украине. Правда, впереди еще голосование в обеих палатах Конгресса, по итогам которого законопроект может отправиться в корзину. Однако прописанные в документе предложения уже сами по себе заслуживают внимания. Взять хотя бы условия предоставления финансовой помощи Киеву, которые отныне предлагаются в виде кредита. Впрочем, в Вашингтоне уже и не скрывают – война – это инвестиции и бизнес. Время открытых чеков прошло. Открытых чеков не будет. Что перепадет Украине из пакета помощи США? Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон 17 апреля представил три отдельных законопроекта о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Голосование по ним ожидается в субботу. Один из законопроектов предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов для оказания помощи Украине. Сумма внушительная. Однако есть несколько нюансов. Если посчитать, то становится ясно, что большая часть финансовой помощи осядет в самих США. А то, что достанется Украине, будет оформлено как кредит. Согласно законопроекту, 23 миллиарда долларов из пакета помощи Украине планируется направить на восполнение собственных военных запасов США. 11 миллиардов долларов на финансирование текущих военных операций США в регионе. Около 14 миллиардов долларов пойдет на закупку новейших систем вооружения для армии США и союзников. Таким образом, большую часть финансовой помощи американцы потратят на свои же нужды. Как сообщает украинское издание «Страна», непосредственно Украине может быть выделена финансовая помощь на 8 миллиардов долларов. Эти средства планируется предоставить в кредит. Любая помощь, которая идет на оказание помощи правительству Украины, конвертируется в кредит. Многие люди говорили, что это очень важно, пояснил Джонсон. После принятия закона президент США Джо Байден через 60 дней должен будет заключить с правительством Украины соглашение о возврате средств. Сам кредит рассчитан до 30 сентября 2025 года. Согласно законопроекту, президент США имеет право списать до 50% задолженности Украины, но не ранее 15 ноября 2024 года, то есть уже после президентских выборов в США, и всю задолженность после 1 января 2026 года. Отдельно отмечается, что средства, выделенные для поддержки украинского бюджета, не могут быть использованы для выплаты пенсии украинцам. Сам Байден, говоря о помощи Украине или Израилю, отмечает, что это не будет открытый чек. Если Конгресс примет решение о военной помощи Украине и Израилю, мы не будем выписывать чистые чеки. Мы отправим военное оборудование из наших собственных запасов, а затем используем деньги, разрешенные Конгрессом для пополнения этих запасов, покупая их у американских поставщиков. Сюда входят ракеты Patriot, сделанные в Аризоне, ракеты Javelin, сделанные в Алабаме, и артиллерийские снаряды, сделанные в Пенсильвании, Огайо и Техасе. Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупаем американские товары, говорит Байден. Атакамс и пути отхода. Стоит ли Киеву надеяться на дальнобойные ракеты? Представленный Джонсоном законопроект предусматривает поставки Украине дальнобойных ракет Атакамс, о чем украинские власти неоднократно просили Вашингтон. Правда, пока не очень понятно, перемога ли это или зрада для Украины, так как ранее Байден крайне осторожно подходил к вопросу передачи Атакамс Украине, пишет страна. Стоит отметить, что президент США уже выразил готовность подписать законопроекты о финансировании Украины, Израиля и Тайваня, внесенные Джонсоном. Палата представителей должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать этому примеру. Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру. Мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха, заявил Байден. Тем не менее, даже подписав законопроект по Украине, Байден не обязан согласовывать поставки Атакамс Украине. В документе предусмотрены пути отступления. В нем прописано, что президент США может повременить с решением о передаче Киеву ракет, если сочтет, что данный шаг навредит национальной безопасности Соединенных Штатов. То есть, по сути, ничего не меняется. Байден раньше мог передать Украине дальнобойные версии Атакамс, но воздерживался от этого, опасаясь прямого конфликта с Россией, отмечает украинское издание. Также проект помощи Украине требует от Госдепа и Пентагона в течение 45 дней представить стратегию США по поддержке Украины. Данная стратегия должна быть рассчитана на несколько лет. В ней необходимо расписать по годам, сколько Вашингтон будет выделять финансовых ресурсов на нужды Украины, а также просчитать последствия для национальной безопасности, если цели США не будут достигнуты. Предоставить подобную стратегию ранее от Байдена требовали республиканцы. Пули вместо американских мальчиков. Как отреагировали в Конгрессе? Представленные Джонсоном законопроекты вызвали неоднозначную реакцию среди конгрессменов. Ряд республиканцев выступили с резкой критикой, в то время как многие демократы поддержали выдвинутые предложения. «После того, как республиканцы в Палате представителей месяцами медлили, у нас наконец-то появилась возможность идти вперед, чтобы обеспечить поддержку нашим союзникам и крайне необходимую гуманитарную помощь. Мы не можем уйти с мировой арены из-за лозунга «Америка превыше всего», сказала член Комитета по сигнованиям Палаты представителей, демократ Розе де Лауро. Однако многие республиканцы энтузиазм де Лауро не разделяют, сообщает ТАСС. Конгрессмен Мэтт Геттс, республиканец от штата Флорида, охарактеризовал представленные Джонсоном законопроекты как капитуляцию, подчеркнув, что проголосует против них. «Я разочарован, это совершенно не отвечает требованиям нашей базы, наших избирателей», заявил республиканец Элай Крейн, представляющий в Нижней Палате Конгресса штата Резона. «Я проголосую против. Я никогда не голосовал в пользу выделения каких-либо средств Украине и не сделаю этого на этот раз», – отметил член Палаты представителей Трой Нелс, республиканец от штата Техас. Республиканец Эрик Берлисон, представляющий в Нижней Палате штат Миссури, подчеркнул, что совершенно разочарован. «Не знаю, сколько еще люди будут это терпеть, потому что все, что Джонсон делает, это помогает демократам», – считает член Палаты представителей Марджери Тейлор Грин, республиканка от штата Джорджия. Тейлор Грин также внесла любопытную поправку к законопроекту о помощи Украине. Она потребовала обязать членов Конгресса, которые проголосуют за принятие законопроекта, вступить в ряды ВСУ. Критика со стороны республиканцев звучала в том числе и за решение не увязывать помощь Украине и Израилю с мерами по защите американской границы и противодействию миграционному кризису. Так, конгрессмен Чип Рой, республиканец от штата Техас, обвинил Джонсона в спонсировании иностранных государств, в то время как граница с США остается открытой для террористов и разного рода преступников, а также для провоза наркотических веществ. На этот счет высказалась и член Конгресса, имеющий украинские корни, Виктория Спарц. «Если пакет спикера Джонсона не включает безопасность границ, я не буду поддерживать его. Я также не поддержу отправку денег украинской власти, только летальную помощь», написала Спарц в соцсети Икс. В свое оправдание Джонсон заявил, что для включения в законопроекты мер по защите границы необходима поддержка законодателей обеих партий Конгресса. В случае с демократами на такую поддержку можно было не рассчитывать. Комментируя законопроекты, Джонсон также заявил, что Украина и Израиль срочно нуждаются в помощи от США. В то же время он исключил отправку американских военных в Украину. «Это не означает присутствие американских военных на земле. Мы не мировые полицейские, но мы собираемся поступить правильно», — сказал спикер. Он отметил, что предпочел бы послать пули в Украину, нежели американских мальчиков. Джонсон также заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп сможет стать посредником для урегулирования ситуации вокруг Украины. «Когда президентом был Дональд Трамп, у нас не было всех этих глобальных конфликтов. У нас не было горячих войн по всему миру», — заявил спикер. США себя не забывают. Что говорят в Кремле? США, оказывая помощь Украине, провоцируют Киев на продолжение боевых действий и получают выгоду для самих себя, — подчеркнул пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя законопроект о выделении финансовой помощи Украине. В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. «В любом случае, при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечением гарантированной прибыли для США», — цитирует ТАСС, представитель Кремля. «Кто бы что ни говорил, американцы себя не забывают», — отметил Песков. «И любые режимы помощи прежде всего обеспечивают ситуацию, когда значимая часть выделяемых средств остается в ИПК США, потом выплачивается в виде налогов американскому государству и так далее», — сказал Песков. «Мало того, что Украина должна воевать, обеспечивая прибыль американцам, так теперь она еще должна платить кредиты. Излюбленная колониальная политика США», — указал пресс-секретарь. «Это не способно каким-то образом повлиять на исход развития ситуации на фронтах. Все специалисты, да и околоспециалисты сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятна для украинской стороны. Поэтому ничего это изменить не сможет», — резюмировал Песков.